Привет, зритель! Мои ароматы на январь, их будет целых четыре. Сначала думала оставить только один, но я сейчас залезла в полочку, понюхала некоторые из них, которые прям тянулись ко мне, и я поняла, что они очень подойдут. Начну с того, которым я пару дней уже пользуюсь, хотя сейчас декабрь, 26 декабря 2020 года, но я, честно, не помню, был ли он у меня заявлен на декабрь, но, в общем, я его пользуюсь. Сегодня он для меня на улице раскрылся очень удивительно, вот то, что на руке было, напрыска, на чувство, семена цвета. Да, вот что я не говорю, это ифраше, цветочный диск, это подарок от подписчицы Лёли, очень классные духи, за что ей очень большое спасибо. Я очень люблю такие духи, к сожалению, они уже сняты на ифраше, но с 2011 года я с ними знакома, вот как с ифраше стала общаться, так с ними познакомилась. Одни из первых духов, которые мне нравились, у меня вот ифраше два фаворита, это как явность, Common Evidence и цветочного диска Flower Party. В общем, уникальный аромат на все случаи жизни, на все времена года, на любую погоду. Открываться он на мне стал унисексовым, фиолетовым, таким оттенком, немножко напоминающим реснуар, снятости фраше внезапно. Внезапно смысла, что так открываться на улице стало. Сегодня где-то минус пять было, или минус семь, хрен знает, минус пять, ну, как-то так вот, прохладненько довольно. И вот сюда я прыстнула, вышла на улицу и чувствую, что как-то странно пахнет. Вроде не так, прыскалась. Потом уже вот дошла, когда за Вайтберс, там, заказ подруги на Новый год делала, забирала. Причём он как-то шёл, три дня дожидалась, когда дойдёт другая часть заказа. Вот сегодня забирала, и на руку понюхала, думаю, пахнется точно диско. А вот так вот, где прыскалась, чисто вот соприкасается, когда вот именно с воздухом, с улицей пахнет, немножко совсем другое, как-то так вот фиолетовое риснуарно. Очень классный аромат, а тут и малинка, и мандаринка, и цитрусовые, и цветы, очень нежный, классный аромат. Аналогов не встречала. Ну, есть, конечно, Морган для тебя, мой Морган. Они похожи, но всё равно немножко, чуть-чуть отличаются. Сначала думала, что можно взять мои Морганы вот это вот. Они хоть и чуть-чуть отличаются, в каком-то плане не будут друг друга дублировать. Думаю, лучше я его буду использовать. А вот сегодня он у меня будет на январь этого, ой, пардон, следующего года, январь 2021 года. Он у меня заявлен как парфюмерка. Потом, тут ещё будет сейчас пара ароматов от подписчицы Лёли, её подарки. Far Away Rebel. Очень тёплый, унисексовый, он сейчас для меня открывается. Я, конечно, могу преснуть на себя, но на мне уже есть ещё одни духи, которые будут после этого обозреваться. Тоже, кстати, от Эймон. В общем, два и фрошей, и два от Эймон. Сейчас поймёте, почему. Точнее, если будете смотреть ролик до конца, то поймёте, почему два и два. Очень хороший, стойкий аромат. Мне очень нравится, и удобно держать в руке. Мой любимый цвет, один из моих любимых цветов, фиолетовый. Аромат ассоциируется именно с фиолетовым цветом у меня с недавних пор. Сейчас он мне даже немножко напоминает эликсир Буа Сенсуэль, или просто эликсир чистый от Эйфраше. Бывшая серия Секрет Де Санс, по-моему, сейчас это уже просто как сама по себе, потому что серию Секрет Де Санс закрыли, к сожалению. Чистый такой вот эликсир. Ну, мне чистый эликсир от Эйфраше напоминает пластилин. Но вот тут такой вот именно мягкий вкусный пластилин. Да, такие ассоциации. Очень классная штука. Вот, допустим, месяц назад на мне раскрывался немножко по-другому. Мне хватало одной капельки, чтобы вот так вот всё, ништяк было. Чую, тут мне капельки две-три будет на меня выпрыскиваться. Не больше. Очень классный аромат. Спасибо, Лёлечка, за подарок. И он у меня заявлен на январь следующего года. Ещё один, про который я говорила тоже от Лёлечки. Это, а нет, тут один Эйвен, оказывается. Один Эйвен, другой Фаберлик. Я забыла, что это Фаберлик. Короче, два Эйфраше, один Эйвен и один Фаберлик. Это Фаберлик о феерик сенсэр. Однажды Лёля мне подарила гель для душа, оказывается, о феерик. Он мне очень понравился по запаху. И она мне потом уже подарила набор гель для душа и вот эти духи. И сначала у меня пошли, потом не пошли. Потом я чуть было с ними не рассталась, потому что поддалась на уговоры одной зрительнице в стриме парфюмов. И чуть было я его кому-нибудь не отдала. Но так получилось, что он всё-таки со мной. И хорошо, что я никому его не отдала, никто его не захотел. Очень классный аромат. Вот сейчас я на себя его прыскала буквально за несколько минут до ролика. И вот до этого я уже ощущала его аромат. Но сейчас, видать, нанюхала из всего. И он на меня открылся сегодня по-другому. Каждый раз немножко как-то по-иному раскрывается. Он, мне кажется, всё-таки на холодное время года. И вот, честно, я не помню, какие там нотки заявлены. Вот он такой вот. Крышечки, конечно, у Фаберлика, они такие чисто для красоты. Если возьмёте за крышечку, то крышечка в руке останется, а флакончик где стоял. Розовый такой нежный аромат, мягко-розовый. Вот бывает такой, если в розовую краску добавить, немножко белил. И чуть-чуть вот так, не белилами отдаёт, но именно вот такой нежно-мягко-розовый. И аромат такой ближе, если вот по цветовой гамме, допустим, он ближе вот именно к розовому. Он ассоциируется вот именно с тем цветом, который вот цвет духов. Он тёплый, сладкий, мягкий. Чуть-чуть совсем перекликается, допустим, вот с Far Away Rebel. Причём в том виде, какой сейчас он есть. Но больше всё же перекликается с Far Away Rebel, как он для меня, допустим, раньше раскрывался. Я ещё хотела одни духи взять, но я что-то как-то не почуяла именно такого, чтобы вот оно роднилось с этими четырьмя. Спасибо, Лёлечки, снова за подарок. Это очень классные духи, мне очень нравятся, они будут на январь использоваться. Я, конечно, вряд ли буду все четыре использовать за день, но, может быть, будут чередовать, или как-то так под настроение, или, может, что-то дома преснул. А что-то вот пойду и на улицу. И вот у меня ещё, это я когда-то покупала, свой эликсир, буассенсуэль и фраше. Он очень такой суперстойкий. Немножко я его пользовала, да, тут 30 мл. Это вот такой флакончик я второй раз уже покупала. Мне кажется, было 5 мл, потом 15 мл мне Лена из Минкс-Москва дарила. Я помню, у меня была такая посылка от неё большущая, я открываю, там, вау! Я так в камеру вякнула, что типа вау! Такой аромат, про который мне как бы нравился. Ещё мне выясняло, но я как бы не ожидала, что оно подарили. Короче, очень классная штучка, и у меня, по-моему, 50 мл даже было. Это единственный эликсир, который мне очень нравится. Вот есть эликсир буассенсуэль, потом фиолетовый, я не помню, как он называется. Эликсир просто. Сой эликсир, сой эликсир ещё раньше был у их роше, но тот именно сой эликсир, более мягкий такой он снятый. Там флакончик был даже другого немножко цвета. Какая-то лимитка сой эликсира просто. Вот сой эликсир буассенсуэль на меня сочетает и эликсир, вот этот аромат пластилина, и ваниль чёрная, которая Секрет Де Санс тоже уже снята с Тифраше, и реснуар, которая очень глубокая снятость с Тифраше. Ну, конечно, у них при мне ещё были более глубокие снятости, допустим, Мюнгшу, но вот именно как этот реснуар Секрет Де Санс, он, ну, как бы сначала Секрет Де Санс с Риснуар сняли, а потом уже вот ванильку сняли. И он, все три аромата моих любимых, они как бы сочетаются, точнее, два моих любимых аромата сочетаются очень классно с этим пластилином, и даже сам пластилин мне нравится по аромату. Он как три в одном, они очень классные духи. В общем, они у меня на январь следующего года заявлены, и вот немножко такой унисексовый аромат. И сейчас вот оно у меня практически не то, чтобы один в один, но для меня они так близко раскрылись, что я решила, что вот они должны быть вдвоём на январь следующего года. Это между теми двумя, это уже, ну, на улице оно раскрылось немножко реснуаркой. В общем, вот такие у меня парфюмерки января, мои ароматы на январь. Всем спасибо за просмотр, если вы пользовались чем-то подобным, или просто хотите мне что-то посоветовать, там, ой, 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 ты знаешь, цветочная диска сняли с производства, какая печальная, есть вот подобный, не то чтобы аналог, но, возможно, тебе понравится. Буду рада почитать ваши комментарии. Всем спасибо, всем пока. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok